Право стоят карандаши, ручки. И ещё бутылку с водой и шоколадку. Это всё, что можно взять с собой в аудитории. Это не экзамен, но регламенты математической олимпиады не менее строгие. Аниту Власу такие требования не смущают. Она с первого класса активно участвует и занимает призовые места в конкурсах творческой лаборатории «Дважды-два». Мне нравится получать новые знания. И приятно тем более выигрывать, когда я правильно отвечу на вопросы. У Аниты уже есть дипломы за второе и третье место. Девочка снова штурмует Алим под названием «Математика» и нацелена только на победу. А для этого нужна особая подготовка и даже тренировка. И родители здесь первые помощники и наставники. Местами приходится подумать даже с родителем и взрослым. Сидишь и разбираешь вместе с ребёнком, потом постфактум уже всё это. И дорешаем олимпиады прошлых лет. Есть задачи, которые заставляют подумать. А подумать есть над чем. При решении задач нужны не столько знания школьной программы, сколько умение мыслить логически, нестандартно и образно. Например, первоклассникам предлагается определить по заснеженным машинам, какая приехала первой, а какая последней. Школьная программа, нестандартная математика, олимпиадная математика, она действительно очень сильно отличается. Она учит думать. Вот не считать просто, да, там, вычисления, сложения, умножения, а учит именно размышлять детей, думать. Это и креативность мышления развивает. После подсчёта результатов лучшие работы учеников нашего города будут участвовать в общероссийском этапе Олимпиады. И уже в конце марта пройдёт торжественное награждение победителей дипломами и памятными подарками. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24.